задача номер ван поменять масло переодеться она сначала это может видосик с этого нарежет и что мне за тобой бегать теперь что ли но я повернула тебя даже сменка есть через тоже кафтан какие прикольные кроссовки прикольные иди посмотри на сколько там гайка все что такое гайка розовый что такое 7 заливать зеленые ликви молли пришлось заказывать аж через казахстан вот такой вот маслишко блин сегодня будет на дешевле да ну в москве стоит десятку а из казахстана через вал баре заказал за 4 800 5 литров но вот это 4 и вот еще литрушка но сразу 4 метра с фильтром такой так пойдем посмотрим что там у нас с этим скайпами заодно кстати поддон можно вот чекнуть на 13 на 17 или принеси сюда ящик проще если сможешь посмотри где почище подделка не там официально продается и степеня защиты есть там еще и киркода и всякая фирма и отзывов очень много скорее всего 1317 13 до дальние 17 а передние 13 кстати похудеешь и по и по ямам легче лазить полный бак до 20 килограмм это с осенью с тех пор когда последний раз сильно стрелял я был еще на работе придавила вытащи меня недавно для микрофона гус собрал видос смотрел спасибо слушай ничего вроде тут нормально все посмотри там в сумке сбоку где тряпки в черной сумке там тряпки сбоку где там лежит фонарь на лобный дай мне его плюс и захвати еще ладно сейчас я сам достану вот здесь ржавчина я думал может мокнет еще нет вроде нормально расколупывается что-то чем мы еще разочек придем в принципе живое все я думал мокнуть будет нет нормально иют поддоны на них на этих мазда железные но тут вроде что алюминиевый поддон хорошо с одной стороны он алюминиевым постоянно пробку срывая а на этих вот такая вот беда сенька маленький фильтр главное слуха да не верно да значит и фонарь надо помыть и дунуть красочку ты не воду там обезжирка специально помыть обезжирь и водой масляный фильтр легко скинуть но есть чем я короче ремень есть сейчас мы сначала масло сольем потом наверно подкрашу дай мне этих банки нарезаны которые так у нас там на 6 по моему шестигранник сейчас померяем главное слить там гандар затянул ты представляешь так что будет крутишь эти перец его куда не сильно грязно интересно вот уроды были там палки глянь километровая на я прикипел болт на там была прокладка еще медная света дай мне все-таки эту там сумки в большой в черной есть этот куртка зеленая теперь у нас будет упор понимаете да с какой силой это все затянуто добрый по-другому вообще никак не скажешь показывает практика она немножечко в сторону открытие иначе может обострать печатка как мы любим а здесь 4 литра где-то должно быть даже чуть меньше сколько лет тачки 14 года 10 лет считаю удобно я так придумал бутылочку бокам делать б комары покажу пиздец были и руки у меня уже теперь грязненькие стали все типа стекают можно мозги не ебать и вылезти на волю половину пути сделано полный бак я забрала с вами тачку полный бак полный бак слепота интернет стать неплохой здесь в целом то вроде не крашится ничего я поедем на рычагу тридцатка сейчас на улице не я просто знаешь что думаю если они фильтр так этот если они так пробку затянули то они по-любому также затянули фильтр поэтому надо сразу на ремень брать по фильтру сейчас беру только ману вот такие 60 18 сделал он по идее должен быть германии но ну да сделан германия если берешь артикула здесь вот заказываешь вот такой но приходит черточка и 1 и там приходит китай чик фильтр велит нас вот таким вот образом сделано в германии по идее как мне его рукой нормально схватить но если они так вот затянули то я хочу канистра на исписанную и не наверху есть переход и это не наклейка это отпечатано на производстве и он еще под ультрафиолетом светится как и масло молитвеном масло то вроде все стекло я потом обижирка если все запрыскаю чтобы есть масляных пятен не было сейчас здесь вот поддон помои сверху краской покрою которая по ржавче не едет в принципе должен откатать поддон и просто стоит каких-то не знаю космических денег но я думал конечно будет мокнуть вроде еще не мокнет отлично все сухо блин подвеска еще вся одна остается 140 тысяч пробега не фильтр нормальной рукой затем не сперс инструментом или слова богу на этом спасибо так фильтр открутили но по резинке по всему остальному вроде тоже самое то есть фильтр мажем резинку накручиваем на место от рук затянули фильтр насыт еле-еле кап кап кабли забить до принципе вся замена блин тут делать то нечего я не понимаю за что тысячу рублей берут вообще гампу как если все назвать но реально это просто обкрат обкратные народа насколько на масле даже 10 тысяч не отъездил 9 400 лет получилось еще было конечно он там интересно посмотреть а ну где фонарь посмотрю как там предела вот гофры менял недавно все вроде четко окей масло в коробке менял в автомате тоже сам здесь же на это я это уже сколько прошло года два наружи в следующем году наверно буду поменять фильтра вот марина постояла постояла опять сыт масло стекает в сервисе никто не будет вам ждать чтобы это масло остатки все в эти стекли всем вообще просто насрать на это его там еще нормально течет блин слышь как как будто где-то какой-то клапан еще приоткрылся такой дальше потекло блин а гофру нормальном приварил кстати и за час многие люди брались на целый день тут час делал блин все прямостряки на как он тут варил вообще не понимаю вместо нету все сыпь все сделал пустить на youtube открикались делай шорт у наших заходит нормально попросилась его мужа на море и он меня привез девочки посмотрите что это так как это называть болото спустя какое-то время минуты ради так подкрыть мотор Грунт эмаль по ржавчине. Все, подкрасили. Берете вот так вот, салфеточкой обкладываете. Вот так вот. Вот так вот. И заливаем свежачок зеленое. А у тебя есть телефон? Ну-ка давай на всякий случай QR-кодом. Прикинь, у меня есть телефон. Открой камеру. Зачем? Сейчас будем смотреть, что там выходит по QR-коду. Может там вообще хуй знает что. Ликви моли. Ну, друзья, вот такая там информация появляется. Item number. Content. 4 литра. Beach. Какой-то. Так, дата изготовления 12 марта 2024 года. Смотрим на кузырьке. Вот. Март 2024 года. И номер у нас есть. Вот видите, вот этот номер, бич вот этот. Набитый, который. 543-695. То же самое номер есть здесь. То есть, ну, проверку проходит. Да, в принципе, поставщик такой нормальный. Мне как-нибудь в руке удобно лежит 15-50. Надо мне его взять, потаскать. Возьмешь, как 14-й. Взять? Как 15-й возьмешь через годик. Похоже, да, тут. Когда перевеселом не пить, да? Да, сейчас. МФЦ. Мазды допуски есть. Есть. 4 литера. Сюда полностью 4 литра уходит, а потом по уровню доливаем. Для машин, которые поддерживают старт-стоп, бензин, гибриды. И еще я вычитывал, что оно очень подходит для машин, которых есть катализаторы. У нас вон, собственно, есть. И продлевает его срок службы. Так, эту крышечку открываем. Здесь у нас еще одна. Точно как будто с растительным маслом. Ммм, какое скользкое. Ммм, какое вкусное. Это никто не видел. Ну-ка. Ммм, какое вкусное. Так, запах давай. Оставь что-то, салат тебе заправляй. Блин, ну пахнет оно, кстати, каким-то спиртом, что ли? Нет, оно запах не как у обычного масла. На, вот понюхай. Скажи, чем пахнет. Что? Говно. Вот так. Какая-то химия. Малибденом пахнет. Это, ребята, запах молибдена. Ну что? Шалость. Самое, знаешь, интересное. Вот где не положил, туда и нас рубли. Снимай давай дырочку вот эту узенькую. Сейчас будем в эту узенькую дырочку заливать масло. Так, тоненькой струечкой. Оп. Зеленая. Офигеть просто. Движок-то не охренеешь, блин, от такого масла. Я надеюсь, это не антифриз, блин. Я туда заливаю вообще? Свет. Я тут знаю. Как приятно булька. Если снизу услышишь так вот, что-то потекло, это плохо. Блин, очень красивый актархун. Ну вот на ближайших 10 тысяч километров будем ездить на этом масле. Блин, конопрозрачный, просто писец. Прямо салфетка подсвечает. Что-то, знаете, как-то я не рискнул все-таки заливать лукоилы. Не дошло у меня до этого. И пока нашел Liqui Moly. До этого у меня был Motul всегда Econergy. Но с Motul тоже есть определенная проблема. И в оригинальность есть вопросы. Да и это плюс новое масло, которое для себя открыл. Более современное, более новой присадки, более новые сертификаты. Много хороших отзывов, решил попробовать. Но плюс все равно они как бы присутствуют еще здесь, в России у нас. И соответственно с Казахстана можем привезти. Вот эта в частности канистры, она в Казахстан. Но в Казахстан она поступает, скорее всего, в Суаэ. И сделана в Германии, заметьте. Made in German. То есть не Liqui Moly, разлитый в России, который раньше здесь был. А именно Германия. Все. 4 литра красоты вылета. Так, это мусор к мусору. Пойдем посмотрим. Вылилось ли? У нас не течет. Так, фильтр крупным планом. Вот обязательно заказывайте КТ-660-18. Той же Джоман идет. А который до этого был, он не такой чуть-чуть. Кнехтмахль OC-183. О! Смотри, что я нашел. У меня теперь новая штучка будет. Я шестигранчик нашел. Вот я все подзапрыскал. День каких-то не видно. С поддона у нас все сухо. Так, сейчас я со светом еще посвечу. Да, все четко. Все красиво. Освежил опять эти болячки, жучки. Ну, сколько я с ними? Уже пару лет точно отъездил. Может, даже чуть больше. Все, давай заводим. Потом еще раз нырну, посмотрю, все ли тут так. И можно будет ехать на речку. Вон в какое озеро. Тупой болван. Мне обосрало. Крышку не закрыл. Не забывайте закрывать крышку. А не, вон смотри, пару капель было. Вот и зелененькое здесь. И салфеточки. То есть наш лайфхак работает. Здесь тоже, кстати, чуть-чуть есть. Берем крышку. Все, закрыли крышку. Вот теперь можно заводить. А уровень тут оба смотреть. Вот что у меня не подсказывает. Здесь все грязно. А ну, где в болоте было? Да-да-да. Где в болоте, сказала женщина. Сполосни свой аппарат. Ну, серединка. Какой она прозрачная. Потом на ровной площадке где-то выставим. И выставим уже по уровню. Особо повыше серединки будет. И в таком режиме ближайшие тысячи можно не доливать. Сейчас примерно середина может быть чуть-чуть ниже. Скажи. Видно уровень? Не знаю. Я уже не вижу. Вон, блестит. Смотри, на одно свет поймать. Что-то блестит, да. Вот по ощущениям, наверное, как говорят, вроде мотор стал мягче работать. Нет? Вам так не кажется? Мотор холодный сейчас. Проверяем все наличие на подъемках. Сейчас это сливаем в канистру. У меня еще такая же есть, неразрезанная. И увозим с собой. Вот, вон, смотрите, что творят люди. Жесть, конечно, что там. Засрали все. Я мусор весь сложил в стороночку. И все с собой все съездил. Ну, там, друзья, все. Как-то так. Вот такой вот видосик. Вот такое маслице. Также у меня есть еще литрушечка. Здесь 4300 объем. Я всегда выливаю сначала 4. Пришло у меня, кстати, все в такой коробке. Свалды Бриз. Ну, точно такое же масло. Generation. Вот такие допуски. Можете посмотреть. Там есть еще и другое масло с допусками для Volkswagen. По-моему, оно идет отдельно. Насокое помню. Обратная сторона. QR-код. Ребята, кто заходит просканировать, и код вначале. На этом все. Как-то так. Всем пока.